Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты Амактим Кембель. Смотрите сейчас. Чтобы урожай был богатым. В Бобруйском районе прошли зажимки. Какая стоит задача перед аграриями? Антиковидная вакцина. В Беларуси привито свыше 70% жителей. Наблюдаем снижение данной заболеваемости. Когда ждать седьмую волну? Уже рукой подать до сентября. Школы готовятся к новому учебному году. Остались только работы по помыть, почистить. Где проводят капитальный ремонт. А также канцелярские товары, прибыльный бизнес и международный рейс. Самолеты из Минска во Внуково будут отправляться каждый день. С какого числа? Время жатвы. В Бобруйском районе отметили зажимки. В национальных костюмах по старинке вручную женщины собирали первые колосси. В поле пили, танцевали и подкидывали снопы. Все как велит древний обряд. Чтобы год был плодородным, раздавали каравай. Тем, кто за рулем комбайна, почести. Ставка на урожайность, несмотря на коррективы погоды, остается высокой. Сейчас важно собрать и сохранить урожай. Сейчас урожай действительно стоит на полях неплохой. Ставка на зимовый ячмень, которая была сделана, она себя оправдала. Площадь была увеличена с 75 гектар, практически до 700 гектар. И средняя урожайность зимового ячменя составила по району 45 сантиметров с гектара. Аграриям Бобруйского района предстоит убрать 12 748 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Будут задействованы 50 комбайнов и 10 зерносушильных комплексов. В селу в стране оказана вся необходимая помощь топливо, техника и финансовые ресурсы. Поэтому как от руководителей, так и механизаторов требуется максимальная дача. Главные требования – качество и темпы. Дисциплина и ответственность должны быть на высочайшем уровне. К слову, в этом году в Беларуси планируют собрать около 10 миллионов тонн зерна, включая рабскую кукурузу и сурепицу. Защита от вируса. Количество привитых белорусов от года 19 достигло 70%. Однако это не исключает локальных случаев. Для того, чтобы снизить риск инфицирования, облегчить течение и исключить осложнения, медики рекомендуют пройти вакцинацию. Подъем заболеваемости новым штаммом коронавируса под названием НИДИ ожидается уже осенью. На сегодняшний день случаи заболевания инфекцией COVID-19 регистрируются, но мы наблюдаем снижение данной заболеваемости. Вакцинироваться необходимо. В группе риска люди с хроническими заболеваниями. Нынешняя тактика по-прежнему предусматривает введение основных и бустерных доз. Всего в Могилевской области привилось более 690 тысяч человек. В масштабах республики 6,5 миллионов. Тепловой удар, школьные товары и дополнительные выплаты. Минздрав до конца года будет контролировать зарплаты медиков. С чем это связано? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. На контроле Министерства антимонопольного регулирования и торговли цены на школьные товары. Это касается всех категорий. От одежды и обуви до портфелей и канцелярии. Производители имеют право установить максимальную надбавку до 15%. Импортеры-оптовики не больше 37. Самолеты из Минского Внукова будут летать каждый день. Лайнеры «Белави» не отправлялись в этот московский аэропорт почти 11 лет. Отечественный перевозчик приостановил выполнение рейсов по этому маршруту из-за оптимизации расписания полетов. Однако с 8 августа ситуация изменится. Минздрав до конца года будет контролировать зарплаты медиков. Это связано с тем, что ситуация с новыми выплатами носит массовый характер. Если раньше надбавки за работу в красной зоне платили 40% специалистов, то сейчас речь идет об абсолютно всех работниках учреждений здравоохранения. Белорусам предлагают поделиться предложениями по улучшению бизнес-климата. Минэкономики проводят опрос. Результаты будут использованы для совершенствования госполитики в отношении предпринимательской деятельности. Анкетирование продлится до конца июля. Интерактивная ссылка на сайте ведомства. МЧС предостерегает от тепловых ударов. Жаркая погода также повышает резко заболеть инфекционными заболеваниями и обостряет сердечно-сосудистые болезни. Увеличиваются и случаи гибели людей на воде. ГАИ тем временем рекомендует по возможности отказаться от поезда к наличным транспорте в активные солнечные часы. До дня знаний еще больше месяца большинство учреждений образования кажется уже готовы принять учеников. Капитальный ремонт этим летом проводят в 1, 4, 6, 20 школах города. Дедлайн получения паспорта готовности 20 августа. По обновленным кабинетам прошлась Татьяна Горбыч. Классы 30-й школы непривычно пусты. Не слышно ни звонков, ни детского смеха. Все это пока. Буквально через месяц коридоры вновь наполнятся жизнью. Впрочем, и на каникулах здесь вовсю кипит работа. Сейчас ведутся последние приготовления к учебному году. Блестит свежими красками спортзал. Радует глаз и отремонтированный пищеблок. Готовая к встрече с юными читателями современная библиотека. А кабинет информатики пополнился 13-ю новенькими компьютерами и сенсорной панелью. Учреждения образования к новому учебному году готовы на сегодняшний день на 90%. Остались только работы по помыть, почистить. Очень большое внимание государство уделяет образованию. Поэтому и вложения в учреждения образования тоже есть. Но и хочу сказать, что очень много вкладывают сами родители для создания уюта в учебных кабинетах для своих детей. Мы очень рады будем встретить наших детей 1 сентября в уютной отремонтированной школе. Полным ходом идет подготовка к учебному году и в 20-й школе. Наводят лоск в холле, штукатурят и красят классы. В рамках капремонта здесь полностью обновлена входная группа. Отремонтировано крыльцо, установлены пандусы, усилены конструкции плит перекрытия под пищеблоком. Педколлектив и техперсонал, засучив рукава, приводят в порядок спортплощадку. Летом мы работаем все на ремонте школы. Покрасили в этом году первый этаж, стены перекрасили, был бирюзовый, стал бежевый. Лестницы красим, столовую тоже ремонтировали. И сейчас спортивное сооружение на улице делаем. Готова к встрече с учениками и 28-я школа. Ребята смогут проявить свою фантазию и творческие способности в отремонтированном лего-классе. Малышей ждут по-домашнему уютные группы продленного дня. В интерьере только яркие краски и натуральные материалы. Не обошли стороной тут и спортзал. Закупили инвентарь. Заменили 14 окон. Помог попечительский совет. Привели в порядок санузлы. Привезли новую мебель. Уже выгружают. В настоящее время учреждение уже практически на 100% готово для того, чтобы встретить своих детей. Пользуясь случаем, хотим поблагодарить своих родителей, членов попечительского совета за оказанную помощь в подготовке к новому учебному году. Территория школы охвачена видеонаблюдением. Девять камер по периметру и в коридорах. Вход в здание через дежурного. Службу несет департамент охраны. Комфорт, чистота и безопасность. Все, чтобы дети понимали. Их здесь ждут, им рады. А родители были уверены. Ребенок в полном порядке. Безопасность на первом месте. За счет бюджетных средств к новому учебному году приобрели и установили новое пожарное оборудование. От аккумуляторных батарей до системы оповещения. Во всех учреждениях образования Могилевской области завершаются работы по модернизации и благоустройству. На ремонт будет затрачено около 11 миллионов рублей. Как бюджетных средств, так и спонсорской помощи. 17 учебных заведений региона ждет капитальная реновация. Среди них 1, 4, 6 и 20 школы города. Паспорта готовности должны быть получены до 20 августа. Татьяна Горбыч, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Поиск талантов. В санатории «Радуга» прошел детский концерт. На импровизированной сцене, как и в самом зрительном зале, отдыхающие зречицы Могилева, Бреста, Минска и Бобруйска. Всего представлено 18 разнообразных номеров. Среди них танцы, песни и игра на музыкальных инструментах. Организаторы уверены, это отличный способ проявить себя и познакомиться с ребятами поближе. Каждый день у нас проходят мероприятия. Это и дискотеки, и день именинника, и день знаний. Приезжают к нам также и МЧС, и ГАИ, МВД. Приходит Беломестбанк, он проводит занятия по финансовой грамотности. В санатории отдыхают дети с 3 лет. Лечение в «Радуге» направлено на болезни опорно-двигательного аппарата и органов дыхания. Сразу после нас сирена моя коллега Кристина Ариян с обзором криминальных новостей недели не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова